Здравствуйте! В эфире рубрика «Ваше право, закон и порядок». С вами юрист Светлана Кудашева. Сегодня мы с вами рассмотрим тему наследственного права. Смерть близкого человека – это трагедия для всей семьи. Но, к сожалению, кроме гореутраты, на родных могут обрушиться и другие испытания, например, оформление наследства. В большинстве случаев наследство падает наследникам, как снег на голову. Более того, обладание наследством связано со смертью близкого человека, что мешает людям трезво подойти к вопросу о наследстве или совсем не дает задуматься о его оформлении. Кроме того, многие попросту не знают законы и могут потерять имущество. Как же этого избежать, я вам расскажу. Днем открытия наследства считается день смерти наследодателя. Гражданским кодексом установлено, что наследство состоит из принадлежащих наследодателю на день открытия наследства вещей. И новое имущество, в том числе имущественных прав наследодателя. Кроме имущества и прав наследства входят также и обязанности наследодателя, в том числе долги наследодателя. Для того, чтобы вступить в наследство, его необходимо принять. Что это означает? После смерти близкого человека вам необходимо обратиться с заявлением к нотариусу. По последнему, месту жительства наследодателя. Заявление вам поможет составить нотариус. Вместе с заявлением вам необходимо приложить свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство с умершим, например, свидетельство о рождении, либо свидетельство о браке, и документы на имущество умершего. Важно знать, что для принятия наследства существует ограниченный срок, который составляет 6 месяцев со дня открытия наследства. То есть вам необходимо обратиться к нотариусу до истечения 6 месяцев со дня смерти близкого человека. Некоторые наследники, считая, что только по окончании этого срока можно принимать наследство, выжидают эти 6 месяцев, чтобы по их окончании обратиться к нотариусу и заявить о своих правах. В результате срок принятия наследства пропущен. Никогда так не делайте, иначе вы рискуете потерять право на наследство. Однако существуют случаи, когда законом предусмотрена возможность восстановления пропущенного срока и принятия наследства после его истечения. Если у вас имеются уважительные причины пропуска 6-месячного срока, отведенного на принятие наследства, такие как тяжелая болезнь, длительная командировка, служба в армии и другие, то вы можете обратиться в суд с заявлением о восстановлении срока. Если суд посчитает вашу причину уважительной, он восстановит этот срок, и вы получите наследство. Еще одним способом принятия наследства является фактическое принятие. Что же это значит? Если наследник не обратился к нотариусу, но совершил любые действия по использованию, управлению и распоряжению имуществом, а также поддерживал его в нормальном состоянии, то он может быть признан фактически принявшим наследство. Таким образом, в некоторых случаях, чтобы принять наследство, нет необходимости обращаться к нотариусу. Главное, чтобы совершенные действия были законными и выражали волеизъявление гражданина на пользование имуществом. Проще говоря, наследник должен относиться к имуществу как к своему собственному. В качестве примера можно привести следующие действия, которые могут свидетельствовать о фактическом принятии наследства. Это вселение в жилплощадь наследодателя, проживание с наследодателем на одной жилплощади до его смерти, обрабатывание земельного участка, обращение в судебные органы, оплата налогов и коммунальных платежей и другие. Важно понимать, что наличие имущества, которым совместно пользовались наследодатель и наследник, не является фактом, говорящим о принятии наследства. Наследник обязательно должен совершить действия для фактического принятия, оплатить налоги, вселиться и т.д. Нужно понимать, что при совершении действий, указанных выше, вступление наследства очевидно. Однако, чтобы оформить все юридически, потребуется представить доказательства. Это могут быть справки с места проживания, справки о пользовании гаражом, обработке земельного участка, ремонт дома, квитанции, подтверждающие оплату коммунальных, налоговых и иных платежей, выписки из банка, квитанции о покупке строительных и иных материалов, требуемых для содержания имущества наследодателя, договоры об оказании услуг по содержанию имущества, к примеру, на ремонт и иные документы. Если наследник фактически принял наследство, он имеет полное право на юридическое оформление имущества. На сегодняшний день в большинстве случаев судами удовлетворяются требования наследников, которые приняли имущество по факту и представили необходимые доказательства. Сложности возможны лишь при отсутствии доказательной базы. Когда умирает человек, он оставляет после себя имущество. Но помимо этого в наследство можно получить еще и долги, которые обязаны выплатить наследники. Но всегда ли кредиторы могут рассчитывать на возврат долгов? Давайте разберемся. Принятие наследства не всегда приятное событие для родственников. Так, если у наследодателя остались долги, таковые переходят на наследников, но только при условии вступления ими в наследство и только в размере стоимости полученного имущества. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правоприемства, то есть в неизмененном виде, как единое целое и в один и тот же момент. Это значит, что наследники, приняв имущество умершего, не могут отказаться от его долгов. Либо наследники отказываются от всего имущества и от долгов в том числе, либо наследуют и имущество, и долги. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам умершего в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. При его отсутствии или недостаточности требования кредиторов не могут быть удовлетворены за счет личного имущества наследников. В этом случае обязательства по долгам наследодателя прекращаются невозможностью исполнения полностью или в недостающей части наследственной массы. Например, если сумма долга умершего перед кредитором составляет 100 000 рублей, а на его счете только 70 000 рублей, долговые обязательства исполняются наследниками в пределах 70 000 рублей, а в отношении оставшихся 30 000 рублей обязательства прекращаются невозможностью исполнения. Если, конечно, отсутствует иное наследственное имущество, за счет которого долговое обязательство может быть исполнено в полном объеме. Так, например, наследник, обратившись к нотариусу за оформлением наследства, получил лишь денежные средства, находящиеся на банковских счетах умершего. Спустя год он получил исковое заявление от одного из банков, в котором банк указал на наличие задолженности умершего перед банком и о том, что у умершего был автомобиль, который находится в залоге у банка. Ни об автомобиле, ни о кредите наследник ранее не знал. Конечно же, новость о том, что наследник должен банку большую сумму денег, привело его в ужас. Однако в такой ситуации следует учитывать. Во-первых, право залога дает возможность залогодержателю, то есть банку, обратить взыскание на заложенное имущество в случае непогашения кредита должником. Обращение взыскания на заложенное имущество с личностью должника не связано, поскольку оно обеспечивает возможность исполнения обязательства в размере стоимости этого имущества. В связи с этим суд может обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения наследником обязательства по кредитному договору. Это означает, что если наследник унаследовал лишь залоговый автомобиль, то банк его продаст и вырученные денежные средства заберет в счет погашения задолженности. И если иного имущества у умершего не было, то остаток долга будет аннулирован. Во-вторых, нельзя забывать, что наследник отвечает по долгам умершего только в размере полученного наследства, стоимость которого определяется рыночной стоимостью на время открытия наследства, то есть день смерти наследодателя. Вне зависимости от ее последующего изменения. Определить ее можно с помощью профессионального оценщика. Это значит, что кредитор может взыскать с вас лишь ту сумму долга, которую вы получили в наследство, и ни копейка и больше. В-третьих, на сегодняшний день, как правило, все банки выдают кредиты с условием страхования жизни заемщика. Это означает, что страхование жизни может исключить ответственность наследников по заемному обязательству. Если у умершего были долги, то советуем вам запросить данные о страховании, возможно, весь долг за вас погасит страховая компания. При принятии решения о вступлении в наследство в первую очередь наследнику необходимо определить, целесообразно ли принимать наследство. Решение будет зависеть от стоимости и ценности наследственного имущества и размера долгов умершего. Поэтому рекомендуем открыть наследственное дело у нотариуса и в рамках его деятельности выяснить, какие долговые обязательства могут входить в наследственную массу. Если наследник хочет принять наследство, несмотря на долги, то не следует затягивать с исполнением долговых обязательств, чтобы не допустить начисления процентов. В случае, если наследники не знают о наличии долговых обязательств, то обязанность по их исполнению возникнет с момента получения требования со стороны кредитора. Кроме того, будьте внимательны. Любые действия, в которых проявляется отношение наследника к наследству, как к собственному имуществу, укажут на его принятие. В этом случае кредитор сможет доказать фактическое принятие вами наследственного имущества и вам придется отвечать по долгам наследодателя. Нередко обладая автомобилем, бизнесом или недвижимостью, родители и родственники задаются вопросом, что лучше – завещание или дарение. Каждый желает правильно распорядиться и разделить свое имущество. Вопрос о том, как лучше оформить передачу своего имущества путем оформления завещания или же оставить ценное имущество посредством дарения, вовсе не праздный. Многих волнует, насколько надежным является той или иной способ передачи права собственности, возможно ли оспорить оба документа, как происходит процесс оформления, а также сколько придется заплатить при вступлении в право собственности. Рассмотрим каждый аспект отдельно. Договор дарения составляется от лица дарителя в пользу одного лица или нескольких лиц сразу. При этом подарить свое имущество можно не только человеку, но и государству, юридическому лицу, благотворительной некоммерческой организации и т.д. Двумя важнейшими условиями правильно составленного договора дарения является точное описание передаваемого в дар имущество, никакие двоякие толкования, неточности или неполные описания не допускаются. Если речь идет о недвижимости, то указывается ее адрес, характеристики, площадь, этаж, число помещений и т.д. Не допускается указаний каких-либо условий и ограничений. Нельзя составить договор дарения при каком-либо условии. Например, молодой человек хочет подарить своей будущей супруге дачу, но желает, чтобы она стала собственником этой дачи только после регистрации их брака. Такое условие в договоре дарения недопустимо, и такой договор будет недействительным. Закон не требует нотариального удостоверения договора дарения, поэтому стороны могут заверить документ только своими подписями. Если вы хотите подарить долю, то такая сделка подлежит нотариальному удостоверению. Итак, завещание может быть составлено от имени любого гражданина, достигшего возраста 18 лет. Завещать имущество можно в пользу любого лица. Кроме того, в любой момент завещание можно изменить. К примеру, бабушка решила завещать все свое имущество, принадлежащее ей на момент смерти, своим внукам, которых у нее на тот момент было трое. Она составила завещание, однако через некоторое время у бабушки появляется еще один внук. Это событие является поводом для изменения завещания. Бабушка переписывает составленное ранее завещание путем внесения в него еще одного внука. Также стоит отметить, что половина нажитого в браке имущества принадлежит второму супругу, и это имущество не может быть передано по завещанию. Обратите внимание, завещание может быть составлено только в письменной форме. Устная форма завещания не предусмотрена. Законную силу документ приобретает после его заверения. Правом заверения наделены нотариусы. Кроме ранее сказанного, при составлении завещания необходимо учитывать, что несовершеннолетние дети, а также лица, находящиеся на иждивении наследодателя, обладают правом на обязательную долю наследства и могут вклиниться в завещание. В своей практике мы неоднократно сталкиваемся с подобными ситуациями. Например, мужчина завещал все свое имущество, состоящее из двухкомнатной квартиры, загородного дома и двух автомобилей своей молодой супруги. Мужчина внезапно умирает, а супруга вступает в наследство. Однако позже выясняется, что у мужчины была дочь, которая на момент его смерти была несовершеннолетней. Отсюда и возникает право на обязательную долю. После заверения нотариусом завещания документ регистрируется в единой базе нотариата. Это позволяет наследникам после смерти завещателя легко выяснить, составлялось ли им завещание, независимо от того, в какой именно конторе и в каком населенном пункте произошла регистрация документа. Сейчас мы с вами рассмотрим, что важно учесть при составлении договора дарения. Прежде чем принимать решение о передаче имущества в дар, важно в полной мере изучить юридические последствия такой сделки. Дарителю следует знать, с того самого момента, как на документе проставлены подписи сторон и он вступает в законную силу, это означает, что с этого момента право собственности переходит к одаряемому. И бывший собственник более не имеет никаких прав на переданное по документу имущество. Документ может быть признан недействительным только в судебном порядке. Сам одариваемый вправе поступить с полученным имуществом так, как захочет. Даритель не вправе руководить его действиями. Именно эти нюансы нередко упускаются из виду собственниками. Например, когда речь идет о недвижимости. Подаренную квартиру новый собственник вправе продать, даже если вне зарегистрированы иные лица. Прежде чем подписывать договор дарения, стоит хорошо подумать, так как обратной силы этот документ не имеет. Что же важно учесть при составлении завещания? Завещание не является документом к чему-либо, обязывающим наследодателя. В любое время он вправе отменить прежнее завещание и составить новое. Завещание можно аннулировать. Также собственность остается в полном распоряжении наследодателя до последнего вздоха. Имущество в собственность лицо получит только после смерти наследодателя. Что же касается стоимости получения имущества в дар или по завещанию, то ценное имущество, полученное по договору дарения, одариваемое лицо обязано заплатить налог 13% от его стоимости. От уплаты налога освобождаются только близкие родственники, это дети и родители. Подводя итог, что же все-таки лучше, завещание или дарение, хотелось бы отметить, что при составленном завещании наследник может получить имущество только в случае кончины наследодателя. При оформлении договора дарения имущество можно пользоваться сразу после заключения сделки, то есть при жизни дарителя. Завещание является рискованной затеей для получателя и более надежной для завещателя, так как последний в любой момент может отказаться или изменить завещание. Кроме того, за ним до конца жизни сохраняется право владения имущества, и лишь после смерти он теряет это право. Дарение считается более привлекательной для наследника, ведь он сразу становится законным собственником имущества. Что выгоднее в оформлении наследства? Ни один специалист не сможет дать однозначный ответ на этот вопрос. Для того, чтобы оспорить любой документ, необходимо доказать в суде, что даритель или завещатель был невменяемым на момент подписания документа в связи с психическим или физическим заболеванием или под действием наркотических, лекарственных средств, либо алкоголя. Даритель или завещатель подписал документ не по собственной воле, а под угрозой жизни. Помните, завещание и договор дарения одинаково можно оспорить в судебном порядке, однако сделать это достаточно сложно. Когда человек находится перед выбором завещания или дарения, то нужно учитывать следующие моменты. Если гражданин сомневается в искренних и надежных отношениях между собой и родственниками, которым он хочет оставить имущество по дарению, и при этом он до конца жизни хочет пользоваться своим имуществом, то, конечно, лучше составить завещание. Когда гражданин хочет оставить свое имущество родственнику или просто родному человеку, причем хочет максимально защитить его от нападок других родственников после своей смерти, на оставленное ему имущество, то лучше оформлять договор дарения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова